Тора никогда не запрещала получать удовольствие этого мира. Наоборот, получай. Но как? То есть спокойно, эстетично. Я бы даже сказал, то есть это написано, аристократично. Получай удовольствие, как аристократ. Это чтобы это было красиво. Это тогда выглядит красиво. Вравно. Это выглядит красиво. То есть подход Галахи, как говорит Россловичик, это осветить жизнь физическую, материальную. И таким образом, как говорит Россловичик, она стоит в полной противоположности к дуалистичному подходу западной философии, к подходу к телесному, материальному и духовному вместе с ней. А точнее против греческого подхода и апукорейского, то есть греческого, разных греческого, и христианского, естественно. Полная противоположность к христианству. Потому что он считает, как раз, если я сейчас словами его прочту, что их философский подход отчаялась от то есть она отчаялась с точки зрения метафизической и этической от человеческой природы, которая есть в человеке, природы в человеке, и, скажем так, пристрастилась, да, пристрастилась к духовному на разуме, то есть духовному разумному. Таким образом, считает раб Соловейчик, что подход западной культуры, то есть, да, на греческой философии и на христианской, делает пропасть, которую невозможно соединить почти, то есть они можно связать между духовным и материальным. Таким образом, кстати, по этой причине, это тут раб Соловейчик-то не пишет, но я могу сказать, это идет разрыв, почему, кстати, обратите внимание, почему европейского еврейства, которые светскими стали, или-или, у них нету мостов, то есть ты или духовный, или ты светский, или ты религиозный. Это христианский подход. Это очень, что, почему нет? Это христианский, который делал, но давайте, это христианский, это христианский. Правильно. Но и те, и те, неважно, но и те, и те разрывают между духовностью и материей, что у них нету связи, то есть они, в принципе, почти нету мостов. Неважно, то есть кто выбирает, чем заниматься, но обе, подход одинаковый с точки зрения разрыва мостов. То есть, да, поэтому я говорю, по этой причине сегодняшний, то есть мир, или я светский, или религиозный, я не могу. У сефардов, кстати, у европейских, у восточных евреев, этого нет. Они жили в мире, где не было этого подхода. Поэтому у них нет такого деления. И они спокойнее, скажем так, живут, гармоничнее более. которое нам говорит прямым текстом. И ешь перед, это написано в книге дворей, и ешь перед Господом Богом твоим на том месте, которое он изберет для водворения там имени своего. Десятину хлеба твоего, вина твоего, еля твоего, первенцев крупного скота твоего, мелкого скота твоего, дабы научился ты бояться Господа Бога твоего все дни твои. Пишет Рав Соловейчик по поводу этой заповеди. Это заповедь закрыта за весьма печатями, то есть, да, перед греческой этикой. Непостижимый их разум. Животное есть, а человек думает и знает духовное, общее, идеальное. Это греки, то есть, да. Разум приближается к Богу, а не желудок. И будешь есть перед Богом. Говорит, разве нету больше, то есть, ввех противоположностей. Есть перед Богом. И несмотря на это. Он, кстати, фразу говорит, это Галилея у Галилея. И несмотря на это. Несмотря на то, что, по идее, разум приближается к Богу, есть будешь перед Богом. Желудком. Будешь служить. То есть, в принципе, Рав Соловечко объясняет, в иудаизме духовное базируется на реальном. А имеется в каком реальном? Реальном. По физическому, биологическому. физиологии. Любая святость, любая святая вещь, она, ей требуется место, четкое место и время. А это материя. Это физиология. Таким образом, те, как ответом для тем, то есть, реакция на тех, которые смеются и прикалываются над, скажем так, слишком повышенным освещением в физиологической жизни, которую делает Халаха, Рав Соловечик с гордостью объявляет следующее. Ом нам кен, Халаха и Тора кагуфа. Да, Халаха это Тора тела. Олам каната муце это гдулата. Но именно здесь находится ее величие. Именно здесь. А ледей кидуша гвая июцерит хатива ахат шлема шлядам психосоматий хауверет йоцро берхо убегуфо умалеет хаяши бог лемру мэганец здесь ее величие. Именно освещением тела тела в смысле без души именно тела самого она делает одно целое в человека то психосоматического человека который служит его творцу духом телом и поднимает животное которое в нем величие вечности. на этом мы здесь по моему идея понятна в отличие от многих подходов философских еврейских философов и так далее раз соловейчик видит раз бог так создал раз он так работает раз он сказал то в мыот то только так можно служить богу только нужно уметь правильно это направить для этого нам пришла аллаха аллаха пришла нам помочь правильно направить и сделать так чтобы наше тело с его животными аспектами и так далее не только нам помогало как правильно найти направление но и подняло нас с точки зрения этики высоко превратив все наше действие в великое то есть высокое этичное действие но также поднимет животное которое у нас высоту вечность и служение всевышнего то на этом мы сегодня закончим